МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотели начать церемонию проведения Евровидения 2017 в столице Украины. Ему выдали ключи и подозревали инструкцию, как им пользоваться. Что же касается участников Украины, то мы еще не определились, кто будет представлять нашу страну. Ну а, собственно, представлять нашу страну может наш земляк, одессит. У нас в гостях Меловин, который вышел в полуфинал национального отбора Евровидения. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, я хочу договориться о том, что после нашего короткого, в общем, уверен, запоминающийся яркое интервью, мы должны будем делать с тобой совместную фотографию. Неизвестно, кому-нибудь лучше. То ли ты прорвешься Евровидения, то ли у меня что-то получится в следующем году. Саш, боюсь, что у тебя уже не получится, ты уже не в том возрасте. Отчего же? Все надежда только на вас. А отчего же, Меланин? Меланин, ведь в списке тех желающих представлять Украину мы видим достаточно взрослые коллективы. Да, большое количество. Очень многих. В том списке, я заметил даже к немалому удивлению, Грин Грей. Да, есть. Напоминаю для всех присутствующих, что Евровидение когда-то предназумевалось как конкурс молодых исполнителей. Насколько вам мэтры в этой команде жмут? Ну, меня не смущают. Во-первых, это колоссальный опыт, это работа с мэтрами, с людьми, которые уже очень много добились в жизни и в музыке, в музыкальном бизнесе. Для меня это колоссальный опыт. Научиться чему-то посмотреть, принять, впитать и показать себя. А что сподвигло вообще принять участие в отборе? На самом деле, случайно все это произошло. После победы Триумфа на X-Factor я уже сказал, что все, никаких больше конкурсов, никаких больше участий, нигде, с меня достаточно, будем работать дальше. Тяжело было на X-Factor? Нет, не тяжело, было очень круто. Дело в другом, хотел искать себя, попытаться найти ту музыку своего зрителя, почувствовать это все. Очень все было трудно, тяжело. Наверное, тяжело после любого шоу найти себя, вот свою музыку, которую ты можешь показывать людям. Я нашел эту музыку. Ну, там, ура, я не хотел устраивать тебя, но ее нашли, у тебя еще дипешмот, например. Ну, да. Мою музыку. Я сказал, свою музыку, а не дипешмот. И я понял, что мне нужно пойти на Евровидение не для того, чтобы что-то доказывать кому-то, себе, я уже все доказал всем. Я хочу показать песню, которую я сделал, показать музыку, показать себя. Мне кажется, любому музыканту важно просто показывать себя, чтобы тобой наслаждались твоей музыкой, тобой. Ну, это очень важно. То есть это и есть цель твоей жизни? Наверное, да. Это вот и есть цель дарить какие-то эмоции от людей. И не важно, на самом деле, какие они будут иногда. Музыка, слова, авторство. Музыка моя. Автор слов. Это Майк, это мои знакомые из ЛЭА, с которыми мы сотрудничали для написания этого всего текста. Я всегда пишу на нашем языке, в понятном языке. И мне приходится уже брать каких-то авторов, которые могут мне это все перевести. То есть вся задумка, текст на русском языке мой, все это просто перевели. О чем песня, с которой будешь выступать на отборе? Песня об эмоциях. Я когда писал песню, песня была, вот сразу говорю, не написана для Евровидения. И всегда, когда я отвечаю сразу, как это так, как это так, не для Евровидения. И была определенная песня, которая была специально написана. И была песня, которую я написал год назад, дома, в Одессе, на кухне, у мамы. И я решил, что лучше я пойду со своей музыкой и буду чувствовать ее намного больше, чем какая-то авторская песня, подаренная кем-то мне. Поэтому все случайно, как-то вот все это возникло. И, видимо, случайностей не бывает. Что мешает в творчестве? Обычно артист сталкивается в своем творчестве с двумя проблемами. Первое, у меня нет музы. Второе, мне нужна новая муза. Нет, вот этого у меня как раз предостаточно. У меня муза... Муз, муз, музы. На самом деле, я всегда пытаюсь от людей. У меня всегда музыка рождается после похода куда-то, после прогулки. То есть мне не нужен кто-то определенный для того, чтобы что-то создать у себя. Достаточно любого разговора с вами. Я приду, что напишу обязательно. То есть такие вещи меня всегда вдохновляют. Буду грустно, если я телевидение, да? Ну да. Поэтому вдохновляет меня, наверное, все абсолютно. Мне кажется, что вот о всех пели уже, о всех профессиях, но не пели никогда о гримере. Ведь гример — это человек, который делает на самом деле артисты и его образ. Кто создает образ для Мелвина на конкурсе Евровидии? Мелвин создает свой образ сам. По своим рисункам, эскизам, зарисовкам. Так же, как и само шоу, так же, как и профайл, который будет сниматься. Уже был отснят пару дней назад, раскрывая секрет. Безумно красивая будет картинка. Это так же моя идея, задумка. В этом году очень повезло, что участникам дают возможность выразить себя во всем. В музыке, в постановке, в режиссуре. Сложно, но безумно интересно. Особенно для молодых исполнителей, которые пришли тоже. Они там тоже есть, кроме Green Grey. Есть и молодые исполнители. Но я их немного увидела в списке, если честно. Но они есть. Но они есть, и слава богу, что они там есть, потому что они могут показать себя. Мы достаточно разноплановые, кстати, исполнители попали в полуфинал. Ты себя к какой музыке относишь? К какому направлению? Поп. Электропоп. Я часто смешиваю стили. То есть я всегда говорю, что я никогда не могу судить свою музыку, разделить ее на что это там. Электропоп или что еще, или это джаз, или что. Я люблю миксовать всегда. Мне не важно, что это будет, это музыка. А другие поймут, какая она там для себя. А на какую аудиторию рассчитываешь? Опять же, тоже никогда не считаю аудиторию. Аудитория, она такая вот, такая тонкая вещь. Все очень быстро может поменяться. Так же, как после X-фактора, когда начиналась аудитория до 13 лет, до 16, потом повысилась до 18, а потом бац, и приходят к тебе на концерт женщины. Такие возрасти, они любят тебя, слушают тебя. И, наверное, это самое важное, когда ты не рассчитываешь, да, на определенную какую-то аудиторию, и ты ради нее работаешь. Ты работаешь на всех слушателей, которые хотят тебя видеть и слышать. Слушай, вот настроен ли ты на победу? Настроен, я всегда настроен на победу. А что тебе тогда отдать немножко истории Евровидения? Дело в том, что традиционно не выигрывает никогда принимающая сторона, Евровидение уезжает в другую. Я, например, не помню. Были. Два же победы. Были, трижды, трижды победа была. Дожила трижды. Да, честно, я не помню. Это было очень давно, какой-то 1900 год, но три раза одна страна победила в Евровидении. Ну, вот в последнее время... В последнее время нет, да. Обозримый, начиная с конца 90-х. Это больше политический конкурс, к сожалению, стал. Так и есть. И поэтому я хочу уточнить. Расстроишься ли ты, если ты попадешь на Евровидение? И именно потому, что сейчас нужно Евровидение кочевать, ты не победишь? Нет, конечно. Для меня победа – это не факт, а сам путь победный. Когда ты стремишься к чему-то, когда ты посещаешь мероприятия, когда ты сидишь на студии ночами, не спишь и делаешь музыку. Вот это победа. Сам факт... Ну, ты можешь, там, не знаю, в рамочку повесить на стеночке, мама будет гордиться тобой. Факт не так... Даже вот Новый год, вот для меня лично, я не люблю... Вот сам Новый год, как само ожидание. Ожидание люблю больше, чем Новый год. И так же день рождения. На день рождения всегда грущу. Почему? Ну, потому что я понимаю, что годы идут, надо что-то устреть. Это жестоко в нашем присутствии говорить такие вещи. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент, собственно, из той песни, с которой ты будешь выступать в полуфинале национального отбора. Прошу вывести фрагмент. Прошу вывести фрагмент. Прошу вывести фрагмент. Мы видим здесь, в этом списке, несколько человек, которые участвовали в конкурсах всеукраинского масштаба. Это традиционно телевизионные проекты. Насколько я знаю, в принципе, по большому счету это не секрет, что каждый участник подобного конкурса подписывает определенный контракт. Насколько ты связан этим контрактом по рукам и ногам? Насколько ты независим от того конкурса, который тебя продвинул? Я не считаю, что все эти контракты влияют на тебя по связыванию руки-ног, потому что в моем случае все абсолютно адекватно. Все решается словесно и без всяких связываний руки-ног. Мне это ничему не мешает. Ничему. Ни на X-Factor, ни с вот этими контрактами. Я вообще ими не занимаюсь. А насколько это помогает в таком случае? Это очень большая поддержка, как непосредственно телеканала. Телеканала, да. Вот на этом я остановлюсь. Поддержка телеканала. Кстати, очень сильная поддержка. Вот по поводу поддержки, мне очень нравится, как развивается разговор, правильно русло выбрано. Ведь творчество это достаточно затратная деятельность. Приходится снимать клипы, а мы знаем, что стоимость хорошего видео приближается к 20-25 тысячам в доллар. Саш, не надо предлагать свои услуги. Я как микроинвестор, честно говоря, интересуюсь, кто поддерживает финансово проект, который называется Меловин? Меловин, наверное, поддерживает сам Меловин. Из его команды, которую я создал еще 6 лет назад, я собирал ее из людей, которые просто горят чем-то. Для меня это всегда важно, когда я беру человека в свою команду. Я хочу, чтобы эти люди просто фанатели от того, что они делают. Это очень важно, потому что, когда приходят люди, которые просто хотят заработать денег и просто считают свою работу за каждую копейку, работа превращается на самом деле в ад. Но все равно нужен какой-то финансовый стартовый капитал. Мне повезло с победой на X-факторе, очень повезло. Потому что сейчас вот эта финансовая часть, она уходит с X-фактора уже на Евровидение. 6 лет назад начал собирать команду. Вот в тот момент понял, что хочешь быть музыкантом? Да. Я понял еще это очень давно, еще со школы, еще со школьного хора. А как пришло понимание? Меня родители отдали в 3 года на танцы, хореография. Потом я ушел в хор школьный, потом я окончил театральную школу, пошел в театр. И только в театре я понял, что я хочу совместить игру на сцене именно с музыкой. Хотя мне очень долго говорили, вот давай ведущим, давай туда, давай пробуй, и там пробовал, и там пробовал. Но ничего ближе, как к музыке, как к проведениям на студии ночами за фортепиано, ничто не греет, как что-то другое. Когда первую песню написал? Первая песня была написана около пяти лет назад. Первая песня, она была очень странная, дурацкая немного. О чем помнишь? Такая юношеская. Да, конечно, помнишь. О несчастной любви, что было написано, самая первая тема пошла у меня. Да, а потом я начал писать, вот где-то вот год назад я начал писать музыку, да, которая вот еще на диктофоне у меня все записано, еще нигде не в издании, нигде ее нету. Я перестал разделять это все на какие-то отдельные куски, там, любовь, там, гибель кого-то, еще чего-то. Я перестал видеть лобовую мысль в этом всем. Я чаще пишу вот про эмоции, про саму эмоцию, то есть даже как песня Wonder. Wonder — это песня-эмоция, то есть все, что заключается в страхе, в слабостях, в любви, в несчастье, во всем. Очень не хотел, не то, что не хотел, психологически не пишу музыку, вот, да, напишу-ка я про любовь, буду плакать под нее. Все пишется очень быстро, как-то машинально, пришел, вдохновился, сел за рояль. И потом я замечаю, что уже на часах 4 часа утра, и мне надо как-то ложиться уже спать, потому что утром вставать уже дальше и ехать на съемки какие-то, и график, и все это рушится сразу. По поводу написания текстов, я только что вспомнил свой опыт написания. Саша, опять ты себя продаешь? Ну хватит, хватит. Вспомнил свой опыт, попытался вот, мне кажется, у меня получилось набросать 5 этапов, собственно, развития творчества у человека. Сначала тексты пишут гормоны, потом пишут энергия, потом подключается ум, потом опыт, вот и потом уже песни пишут маразм. Я сразу вот от Громомов к маразму сделал рывок, и закончил творческий путь. Некоторые начинают, Алла, сразу с маразмом. Я с него сразу начала, так и было. Кажется, я тоже с него начал сразу. Но все-таки получилось обратно. Мне кажется, что вот это нужно распечатать и положить каждому начинающему поэту. Мне кажется, это не помогает. Это не помогает. Настолько все, ну как это сказать, боже, настолько индивидуально вот написание текста, что вот этот список, ну, это не знаю, для троих людей, может, он как-то и поможет. Это, например, не про меня, это вообще не мой список. Нет маразма или не было гормонов? Не было ни того, ни другого. Это все очень странно начиналось. Саша, опять ты про нас с тобой писал. Остались энергии, ум и опыт. И все-таки первый толчок к развитию творческому дали родители. Да, родители. Как они сейчас реагируют на твои успехи? Они безумно счастливы. Во-первых, я вот пытаюсь как-то их перенаправлять немножко в Киев, показывать столицу, рассказывать, показывать. И знаете, такой кайф, когда ты впервые позволяешь себе купить маме пальто и видеть при этом мамины глаза. Она сейчас там смотрит, кстати, меня. Можно маме привет передать? Слова благодарности тоже. Да, потому что родители для меня это... Раньше, честно, я не понимал этого. Только вот спустя один год всего лишь, переезда, вот моего переезда в Киев, проживание, я уже год живу в Киеве. Только сейчас я понимаю, насколько родители являются для тебя не то что друзьями, а они занимают... Я даже не знаю, как это описать. Это все, это вот ты. Не источник энергии, источник сил, который, собственно, дал толчок для того, чтобы идти вперед. Каждый приезд в Одессу — это пройтись на пирс обязательно, на пляж. Какая бы погода ни была, и сейчас я тоже поеду вечером на пирс, для меня это очень важно. Осторожность, похолодание, скользко. У меня есть один пирс, на который я всегда хожу в Аркадии. Я просто сижу, а еще часто... Вот, кстати, это этот пирс, который сейчас показывают вот сзади. И такая дурацкая привычка. Я с папой когда езжу, я беру стул, сажусь, как рыбак почти. Я только хотела спросить, а удочка? Нет, это что, знаешь, такой дешевый пластиковый стульчик. И ты садишься, и просто наблюдаешь, не знаю, вдохновляешься, питаешься чем-то водой, не знаю. Ну, кстати, все одесситы, которые уезжают из Одессы в другие города, даже говорят о том, что очень сильно не хватает моря как раз. Я постоянно пытаюсь как-то поскорее приехать. Если есть, не знаю, один день свободный, обязательно приехать в Одессу, просто побыть. Факт побыть меня вдохновляет настолько, что я могу приехать в Киев и написать еще несколько песен. Поэтому Одесса — это кровь. Одесса — это источник вдохновения, как минимум. Мы начали с того, что, собственно, родители направили, дали первый толчок, так сказать, к развитию. Потом пришли к тому, что 6 лет назад начал создавать свою команду. Что спровоцировало на создание команды и кого первым привлекал? Это был мой друг, мой сейчас менеджер, с которым я знаком уже 6 лет. Познакомились в интернете. Так я очень люблю Адель, Гагу, Меркури. Как-то мы так познакомились в интернете. Так зашло, зашло, зашло. И вот, представьте, 6 лет, я не слышал подобных историй, потому что обычно это все заканчивается интернет-интернет, бац, до свидания. А это переросло в очень крепкую дружбу. Сейчас человек мой менеджер, сейчас человек занимается в моей команде. Big House Melvin — название моей команды. В ней есть дизайнеры, в ней есть стилисты, в ней есть художники. Я пытался найти тех людей, с которыми у меня будут в какой-то, не знаю, в гармонии, в каком-то счастье. И эти люди — это мои друзья. Их мало, но они есть. Друзей много не бывает. Да, да. Я увидел, что у тебя есть какая-то любимая песня. Не знаю, насколько совпадут наши вкусы. Мы подготовили еще отрывок из клипа твоего. Давай посмотрим, насколько мы угадали, насколько эта песня твоя самая любимая. Понятно, что мы по времени, скажем так, очень сильно ограничены, но тем не менее, насколько эта песня твоя любимая. Это была самая первая песня после «Х-фактора», написанной мною, которую я захотел издать, дописать, чтобы люди это услышали. Хотя тоже была написана очень давно. У меня есть такие вещи, которые заложены, где-то в полочке оставил, а потом сейчас понимаю, о, уже можно взять и спичь. Пришло время. Пришло время этой песни. Кстати, очень знаю много музыкантов, в которых так все и рождается. Все песни, они были давно написаны, просто сидишь и понимаешь, о, эта песня сейчас подойдет. Вот очень, и вот прям тема подойдет. Как «Вандер». Тоже было написано год назад, я сейчас понял. О, нормально. Самое оно. Да, самое оно. Ее время настало. А так часто и бывает. Достаешь что-то из памяти своей и пишешь. Кладовые памяти. То ли хорошее, то ли плохое. Так и получается. Почему? Потому что музыка хранит самые важные моменты. Я могу от себя лично, от нашей команды, телеканала «Думская ТВ» пожелать тебе успеха в этом отборочном туре. 18 февраля. А почему? А пускай получится. А почему нет? Мы будем болеть, по крайней мере. Спасибо большое. Спасибо тебе. Еще раз благодарю наш гость, полуфиналист национального отбора на Евровидение. Меловин был с нами. Мы прервемся ненадолго. Выпуск новостей. Виктория Ортис расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После Марина Баканурская со своей авторской программой «Ни слова о политике». Мы же вернемся в студию в 18.00. Оставайтесь на «Думской ТВ». Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова